От плоского к круглому 500 с лишним лет назад Колумбовы путешествия стали символом перехода от плоской картины мира к шарообразной Но в политическом отношении, похоже, плоская модель мира сменяется круглой только сейчас И это не может не сказаться на Европе Конечно, и до Колумба многие знали, что Земля — шар Равно как круглая замкнутость мира была известна политикам давно Но всегда случается момент, когда парадигма меняется и новизна выступает во всей своей полноте Так и сейчас вдруг стало очевидным, что уровень взаимозависимости мира крайне высок А умение передвигаться и действовать в этом соединенном пространстве не очень-то и развита Взять ту же Европу, о которой будет много говориться на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме МЭФ С одной стороны, может показаться, что никогда прежде Евросоюз не был так един Общий парламент, 28 стран-членов, могучая экономика, колоссальное население, фундаментальная брюссельская бюрократия и многое другое Более того, даже последние голосования в Европарламент, по существу, общеевропейский плебисцит, показало, что в целом население настроено умеренно, довольно сплочено и куда больше мигрантов боится глобального изменения климата и экологических проблем Так что, если бы весь мир ограничивался Европой, то и особенно беспокоиться было бы ни о чем Но мир не Евросоюзом, не даже всей Европой не ограничивается Дело обстоит не так просто Плоский мир изолированных и сравнительно независимых континентов сменился взаимозависимым круглым земным шаром И разместившиеся на его покатых боках страны и их союзы пытаются понять, о каким существовать и выживать в этом новом и загадочном мире, переполненном коммуникацией и поразительно могущественными технологиями В новом круглом мире исчезает не только относительная изолированность Подвергаются эрозии любые прежние идентичности, национальные, религиозные, социальные, другие, меняются правила навигации, в том числе и политической, расплываются представления о внешнем и внутреннем Косвенно мы видим это в очевидном кризисе многих международных институтов, от того же ЕС до НАТО или международных судов и трибуналов Замечу, что вообще-то необходимость подобного рода институции растет, но для того, чтобы оперировать в новом мире, им нужно дополнительное измерение, метрика, координата И потому, если посмотреть на результаты тех же выборов чуть с другой точки зрения, мы увидим, что они отражают и известное смятение не только широких масс, но и самих элит Центристские партии, в наибольшей степени представляющие интересы устойчивого среднего класса, свое большинство потеряли Их потери весьма ощутимы Зато значительно выросло число людей, думающих иначе Во-первых, это зеленые, которые самое что ни на есть и глобалисты, и антиглобалисты одновременно Экологические проблемы имеют глобальные причины, но сказываются в каждом отдельном месте по-разному Во-вторых, выросло и число тех, кто считается радикально правыми, популистами, ксенофобами и так далее, но и они на самом деле реагируют на глобальные вызовы И, в-третьих, стало больше людей, настроенных вообще на некую, им самим непонятную альтернативу политического управления как ЕС, так и мира в целом Растерянность настигла и элиты Самый яркий пример интеллектуального и волевого паралича – английские, да и общеевропейские, терзания по поводу Brexit Но дело не только в этом поразительном примере, отразившем и эгоизм элит, и трагическую неспособность договариваться, и отсутствие у многих, вроде бы опытных политиков, чувства ответственности и осторожности Помимо этого, мы видим, как, мягко говоря, непродуманно действует Европа в связи с американскими санкциями против России Феноменальный бюрократический аппарат Еврокомиссии в Брюсселе все никак не сочтет последствия вторичных санкций США для собственной экономики В сущности, это проявление того, что можно было бы назвать проблемой – размывание субъектности Европейского Союза, его способности действовать самостоятельно и осмысленно И речь не идет об умственных способностях европейских политиков, большинство из них вполне интеллектуальны Проблема в распаде общего нарратива развития Европы, отсутствие общей картины будущего и, соответственно, понимание, какими путями в это будущее идти Собственно, поэтому так радикально разнесены между собой ценности, модели существования, которые сегодня на повестке дня От довольно архаических националистических моделей до абсолютного безбрежного анархического космополитизма Конечно, и прежде были крайности, экстремальные полюса, но между ними все же располагался огромный, преобладающий пояс сумеренности Сейчас этот пояс размывается, а полюса исчезают, все сливается в хаотическое брауновское движение социально-политических единиц А ведь лидерам ЕС нужны организации управлять, и реагировать на растущую глобальную взаимозависимость И находить общий дискурс для разнообразных социальных и политических сил в странах ЕС Так что происходящее сейчас в Европе напоминает попытку пассажира чинить трансмиссию в мчащемся автомобиле Пикантность ситуации в том, что водитель исчез Или же все пассажиры стремятся порулить, как в Великобритании соревнуются кандидаты на пост премьера Нет сомнений, что многие видят сложности этого мира и пытаются нащупать модели взаимодействия, регулирования и достижения согласия в современной ситуации Возможно, магистральный путь тут, действия через региональное объединение, новая глобализация, которая идет не от одной или нескольких сверхдержав А через уже упомянутые региональные объединения в координатной сетке международных организаций В каком-то смысле это напоминает устройство земного шара, в котором материки движутся на своих плитах, притираются друг к другу и создают, тем самым, единый земной шар, по которому мы можем передвигаться Примерно об этом, но не только, пойдет речь 6 июня на Валдайской сессии «Новая Европа. Чего ждать России?» Несмотря на все описанные и неописанные трудности сегодняшнего дня, Россия и Евросоюз – важные партнеры друг для друга И в новом мире пора определить контуры взаимодействия, трезво посмотреть на проблемы и откровенно обсудить, что еще можно сделать Автор – председатель Совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Валдай, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Нил Ше, член Союза писателей Мнение автора может не совпадать с позицией редакции Мнение автора